Реклама на середине Вас снова приветствует Александр Плющев В программе своими глазами У нас сегодня корреспондент Лос-Анджелес Таймс Сергей Лойко Добрый вечер И наш коллега Сех Москвы Из телеканала Дождь Тимур Олевский Привет Добрый вечер Я по Сергею буду кивать и не говорить Говорим о боях за Донецкий аэропорт Я так понимаю вы были там Вот только что вернулись Но тут надо рассказать кто где был Ты был глубже всего залез Ну да я автостопом путешествовал От Киева И завершил свое путешествие В Донецком аэропорту Где провел 4 дня В этом То есть вы с украинской стороны ехали на машине А с другой стороны туда невозможно Приехать живым Там же идут бои за аэропорт И со стороны Донецка туда бойцы ДНР Боевики пытаются его взять штурмом И они туда не попадают Хотя не совсем так Там есть нюансы Как на самом деле устроена защита Донецкого аэропорта Я когда узнал Сергей это видел Просто своими глазами Я был совсем рядом с ним А не прямо в нем Но я когда это узнал Я вот честно говоря даже не поверил Что в одном здании Одним в одном здании Есть и те и другие Военные Они буквально Могут друг с другом По-моему Чуть-то не перекрикливаться Но перекидываться гранатами Да-да-да Там был эпизод Когда один командир Этих десантников По кодовым названиям Рахман Он буквально в упор Стреляет Как они их называют В Сепара Который стоит на летном поле И И как в компьютерной игре он стреляет в него в упор из своего стечкина, высаживает еще обойму. Он видит, как у того дыхание идет паром на улице. И тот стреляет в него в ответ. И ни тот, ни другой не попадает. И тот убегает, скрывается в этом рукаве прозрачном, который идет на третий этаж. И этот Рахман, он стоит в таком ступоре, как я не попал. И он кричит, сепар, сепар, сепар. Вернись от того уже след пространства. То есть, это здание старого терминала, который... Второй терминал. Первый и второй этаж занимают украинские военные. А третий этаж и подвал занимают сепаратисты. Там трехмерное... Понимаешь, это одно здание. Трехмерное окружение. На самом деле, там два здания. Старый терминал и новый терминал. Но, что касается путешествия в аэропорт, то самое сложное в этом путешествии – вход и выход. Это касается не только меня, но и украинских военных, которые туда регулярно путешествуют, чтобы снабжать обороняющихся. Они там уже пять месяцев. Вот это надо, конечно, понять. Я могу продать? Да, извини. Водой, оружием, забрать раненых, привезти ребят, чтобы произошла ротация. Потому что там условия нечеловеческие. То есть, условия просто... Ну, я не знаю, на Северный полюс, наверное, капитану Скотту легче было добраться, чем... Я просто хочу обратить внимание наших, даже не радиослушателей, а зрителей сетевизора, на экраны, которые в нашей студии установлены. Там фотографии, сделанные, привезенные оттуда Сергеем Лоевым. Ну, лучше бы этого не было, потому что здесь качество такое кошмарное. Мне даже стыдно, что это так выглядит. Извините. Окей. Не я, честно говоря. Ну, ладно, забыли. Значит, если у нас есть возможность во время эфира... Они просто диноваты немножко. Несколько подправить яркость бы, да, было бы здорово. И больше света там дать на них. В них. Значит, вот это те самые фотографии, которые там сделаны. Путь, который туда, вы скажете, что... Я сказал, что вход и выход. Помните такое выражение? Вход за рубль, выход за три. Так здесь вот вход жизни, выход жизни. То есть, ты приезжаешь туда, можешь приехать туда, а можешь вообще не приехать. Только внутри бронетранспортера. Значит, поездка длится по совершенно свободному пространству от всего. Тебя видно со всех сторон. Поездка длится минут 10. Там есть несколько участков. Когда ты едешь, и в броню все время что-то бьется, и рядом что-то взрывается. То есть, если повезет, проедешь. Не повезет, значит, 12,7 мм калибра бронебойного патрона, например, из пулемета «Утес». Пробивает бронетранспортер насквозь. Убивает всех, кто там находится. И взлетное поле, например, аэропорт, оно просто... Там нет самолетов. Там один тренировочный самолет где-то далеко стоит. Но зато оно все, буквально, все завалено танками, сожженными танками и бронетранспортерами, которые туда-сюда ездили и не смогли выехать или въехать. И когда они, бронетранспортеры колонны, один, два, ну, два или три или четыре, в зависимости от того, что доставляется, подъезжают к новому терминалу или к тому, что от него осталось. То есть, вот здесь самое трудное место, потому что все вылезают, начинают разгружать. И начинается стрельба со всех сторон. Значит, половина тех, кто находится в аэропорту, они стреляют во все стороны, чтобы подавить стрельбу из-за периметра сепаратистов. А часть людей разгружает бронетранспортер. Разгружает так просто, все кидают на взлетное поле. Потом они все разбегаются, все это уезжает. Кто живой, садятся в бронетранспортеры, затаскивают туда раненых. Потом бронетранспортеры, если они до сих пор не горят, уезжают. И уже с наступлением темноты там люди выползают и все это затаскивают в новый терминал. Старый терминал вообще подъехать невозможно, потому что новый простреливается с двух сторон. А старый так вообще со всех сторон. И сепаратисты к старому гораздо ближе. Недавно была там такая бойня, когда у старого терминала там горел верхний этаж. Там погибло много людей и было много раненых. Но сепаратистов там нет. А вот в новом терминале там трехмерное окружение. Там не только по периметру аэропорта находятся сепаратисты. Но они находятся в подвале, который имеет разветвление и всякие ходы выходят за аэропорт. И на третьем этаже. А первый и второй этаж заняты. А как же они? Третий этаж как же они? Они как-то спускаются в подвал. Причем и те, и другие все время минируют. Какие-то входы и выходы. Но минируют так, что уже никто не помнит, где что стоит. Но сепаратисты, как какие-то духи, они там обходят, они выпрыгивают. Недавно один сепаратист при мне выскочил на балкон внутри второго этажа. Из балкона, из гранатомета «Муха» запустил вот эту «Муху» вход главного штаба десантников. И снаряд этот разорвался прямо над входом. Все упали, там всех обсыпало. Если бы он разорвался внутри, все бы там погибли. А так просто была у всех контузия, включая меня. И тут же человек, десантник, которого звать Бэтмен, он и выглядит как Бэтмен. Он кинул туда гранату. Граната не долетела. Она взорвалась там где-то возле балкона. Все опять попадали на землю. И вообще все, что там происходит, начиная с того, как все это выглядит. Как выглядит этот аэропорт. Это просто какое-то эпическое ощущение, что это какой-то фильм-сет. Потому что не может такого быть в реальной жизни. Это сейчас выйдет Спилберг и скажет, снято. Потому что настолько руинированные руины, настолько руинированное все это взлетное поле вокруг, настолько разгромлены. Это как дворец съездов, только без съездов и без стекла, понимаете. И с погнутыми такими искривленными обожженными ранами. Там нет ни одного квадратного метра, который не был бы пробит десятками пуль и снарядов. Там пулевые отверстия везде. Потолок весь пробит. Стены все пробиты. Там внутри все время тьма. Днем полутьма. Вечером абсолютная тьма. А если днем еще люди включают какие-то фонарики, генераторы, что-то заряжают, батарейки, то ночью полный режим выключения всего. Никакого фонарика, никаких сигарет, снайпер стреляет на третью затяжку. И когда они начинают набивать свои магазины для автоматов, не дай бог, чтобы кто-то пропустил трассер и зарядил автомат трассирующей пулей. Они не стреляют трассирующими пулями. У них юмор такой. Мы стреляем только трассирующими холостыми. И еще, конечно, лишение в этом аэропорту страшное. Холод собачий. Никаких буржуек там нет. Везде сквозняки. Все чихают. Все кашляют. Отогреться нигде нельзя. Единственное, что они могут себе позволить, это горячий чай на примусах. И чайники такие черные-черные такие. Все в абсолютном мраке. В всем абсолютном сумраке. Туалет, он везде, где тебе повезет, и тебя не убьют. Вот как-то так. Но по-большому давно уже практически никуда не ходит, потому что запаха нет. Потому что просто люди не едят. Они питаются своим адреналином. У всех вот такие вот глаза. Когда я потом сделал фотографии. Ну, я старенький уже, вижу хреново. Посмотрел эти фотографии потом на компьютере. Я поразился, какие у людей глаза. Вот. Нельзя снять в такой обстановке какой-то левый кадр. Нельзя снять постановку. Там все время экшен. Там все время настоящие глаза. Там все время настоящее внутреннее состояние героев. И, конечно, это такое эпическое произведение. Это эпическое событие. Это какой-то оживший Толкиен, который мне никогда не нравился. Какой-то Lord of the Rings. Потому что в этой книге нет юмора. Там какая-то идиотская фабула. Какое-то абсолютное добро борется с абсолютным злом. И вот здесь вот, наконец, этот Толкиен для меня ожил. Я увидел, что действительно достаточно абсолютное добро вот в этом аэропорте, который защитить нельзя, который защищать не нужно, борется с абсолютным злом. Вот с этими орками, которые со всех сторон окружают этот аэропорт. И долбят его градами, минометами и так далее. Поговорим еще и о добре и о зле. Но хотел спросить у Тимура Олевского. Ты был, ты сказал, очень рядом. Рядом, да. Мне, к счастью, не повезло туда попасть, так как попал Сережа прямо туда. Ну, надо было встать, перебранный спортивный, помахать руки. Я даже пытался прикинуться мешком с песком. Сейчас расскажу эту историю. Для того, чтобы попасть в аэропорт, нужно пройти несколько кругов разрешения, ну, по крайней мере, российскому журналисту. И приехать в поселок Песке, откуда на переднем крае стоят военные украинские механизированные бригады. Артиллеристы и десантники. И оттуда, собственно, уезжают эти бронетранспортеры, ласточки, как они их называют, в аэропорт. Туда, на моей памяти... Ты секреты не раскрывай. Ну, в общем, там все время они ездят. Ну, встой, возможно... Да, ну, что понятно. Как бы это называют. Ну, это не секрет, потому что рация открыта там. Необходимо, да. Смотри, какая история. Там каждый заезд – это бой. По крайней мере, ну, то, что Сережа рассказывал, он видел это непосредственно. Там, да, я видел, как готовится отправка этих бронетранспортеров – это бой. А каждая отправка – это артиллерийская подготовка, при том, с обеих сторон. И в Песках я был в распоряжении, в расположении 79-й бригады. Это артиллеристы, минометчики, которые, собственно, в том числе и... 79-я бригада. 79-я бригада. Я, это были минометчики, это были артиллеристы. Я жил непосредственно у артиллеристов. Там же был правый сектор, который занимался какими-то своими делами правого сектора. Они, кстати, есть в аэропорту небольшая часть, я так понимаю, правого сектора. Но я видел тех бойцов правого сектора, которые в Песках занимаются зачистками. То есть, там они всё время ловят корректировщиков огня. И когда я слышал о том, что корректировщиков огня кто-то ловит, и на одной стороне, и на другой же я был, мне всегда казалось, что они просто ловят людей, которым не нравятся. Но здесь я первый раз увидел, как это выглядит, что такой корректировщик огня. То есть, это когда в разрушенном доме напротив позиции артиллеристов, которым никто не живет, ночью виднеется тусклый свет фонарика. Синего цвета такой фонарик. Туда бежит разведка и находят позиции, которые были оставлены за несколько минут до того, как они туда ворвались. Перед тем, когда появляется такой успешный наводчик, то в то место, где находится артиллеристская батарея, начинают падать снаряды. Прятаться от них можно только в батареи фактически. Хотя люди, которые там служат и все время находятся около своих минометных расчетов, давно прятаться перестали. Они сидят в ангаре, выходят на позиции и к обстрелам относятся очень фрагматично, рассуждая таким образом, если град попадет в крышу, ничего не будет. Ну, а уж если САУ попадет, конечно, всех нас убьет. И вот больше ничего не происходит. И это место, откуда видна полоса, то есть вот вышка, на которой тоже есть украинские военные. На вышке там есть вот два... Ну, три места. Старый канал, новый и вышка. И вышка, да. Да, это самое, по-моему, простреливаемое место. То есть, его просто артиллерия стояла. Да, это адский ад. Это вообще адский ад. Там вообще нельзя находиться. И люди, я не знаю, по сколько времени они там находятся, но я видел, сам слышал мольбы человека-снайпера, который сидел на этой вышке, с просьбой его поменять, потому что у него там должна была быть свадьба через два дня. Примерно так. И его просил командир остаться еще там на какое-то время, чтобы с новым поговорить и рассказать ему, где и что. Этот разговор очень трудно воспроизвести. Но этот разговор человека, который умоляет его вывести на три часа раньше, чем нужно, потому что он хочет жить, а тот его просит три часа еще побыть в том месте, где его могут убить за эти три часа. И они общаются, и командиру его удается уговорить три часа еще раз, еще три часа побыть в том месте, где его могут через 10 минут убить просто. А он уже много времени там был, и каждую минуту считает, которая осталась до приезда спасительного бронетранспортера. Наш слушатель, который задает вопрос по плюс 7, 985, 970, 45, 45, и твиттер-аккаунт вызван, несколько людей задают один и тот же вопрос. Какой смысл так долго удерживать этот аэропорт? Зачем он нужен и той, и другой стороне? Я в этой связи вспоминаю мой любимый фильм, фильм всех времен и народов, самый эпический фильм, самый эпический спагетти-вестерн, который я видел в своей жизни. Это фильм Серджио Леоне «Добрый, плохой, злой». Там злодеи ищут мешок с золотом на фоне эпического полотна гражданской американской войны. И вот там есть момент, когда два злодея, Клинт, Иствуд и Элья Волох, приближаются к реке, которую они должны форсировать. Но они не могут, потому что через эту реку перекинут мост настоящий. И идет страшная битва за этот мост. С одной стороны северяне, с другой южане. И южане, это стратегический объект, хотят захватить мост, а северяне хотят его удержать. И эти двое злодеев сидят на берегу под обстрелом, они не знают, как быть, и ночью они взрывают этот мост. Они взрывают этот мост и в страхе там спят. Утром просыпаются, нет моста, нет одной армии, нет второй. Примерно так, да. Да. И вот здесь то же самое, если просто взорвать полосу, взорвать все, что осталось от этого аэропорта. Я вообще удивляюсь, как это все не падает. Все это сооружение, которое состоит на 95% из дыр. И в этой связи там много очень мотивов. Ну, какой-нибудь полковник вам скажет, что это стратегическая высота, что если мы уйдем, то это будет открыт путь на Песке, они пойдут туда-сюда. Это для большинства тех, кто там. Это символическая вещь. Это такой украинский Сталинград. И вот, значит, ни шагу, ни пяти земли оттуда мы не отдадим. Вот удивительно. Казалось бы, что там должны быть люди, которые должны захотеть оттуда уехать. Объясняю. Все, кто находился там при мне все четыре дня, все они были добровольцами. Не в том смысле, что они добровольцами пришли в армию. Там только и правый сектор был. Добровольцы – это горстка из всего состава. А там были и разведчики, и спецназовцы, и десантники, и артиллеристы – все. И каждый из них, там были все взороста, от 45 до 18 лет, каждый из них был добровольцем. То есть, там спросили, кто хочет в аэропорт. Все шагнули и приехали. Более того, в Песках, где я провел очень много времени, несколько раз, где стоит огромное количество украинских военных, каждый солдат мечтает о том, чтобы попасть в аэропорт. Для настоящего украинского солдата, для патриота Украины это вот та самая тайная комната из пикника на обочине Стругацких. Это та тайная комната из Сталкера Тарковского, куда он попадет и где он узнает, зачем он, украинский мужчина, существует. И несоразмерность тому, что вообще вся эта война не стоит выеденного яйца. Не было никаких причин, чтобы ее начинать. У тупоконечников и остроконечников в Гульверовском, в свифте Гульвере, там было больше причин убивать друг друга, чем здесь. Это вся выдуманная война. И здесь, в этой новой Сталинградской битве, тоже смысла никакого нет. Ни той, ни другой стороне не нужен этот обглодок, останок сожженного, взорванного аэропорта. Тут есть политика, на самом деле. Секунду. Скажешь, я единственное хочу спросить у вас обоих. Он уже в таком состоянии, что его даже военная авиация использовать не может? Ну, полоса не взорвана. Ну, транспортная авиация, российская, в принципе, она может садиться на эту полосу. Ну, она может садиться на грунтовые какие-то полосы. Ну, там одна была из лучших в Европе полос, самая длинная. Туда могут садиться вот эти джамбо-джетс, эти большие транспортные самолеты. В принципе, да. Украинцы пока ее не взорвали. Тут надо понимать, что аэропорт – это часть Донецка. Это район Донецка. Пока аэропорт украинский, Донецк не город полностью под контролем ДНР. И когда встанет вопрос о разграничительных линиях, вопрос в том, что Донецк не является полностью городом, принадлежит ДНР, означать будет, что его придется делить. Я думаю, может быть, в этом существует какая-то политическая история. Может быть, губернатор Сергей Тарута перед своей отставкой сказал правду о том, что существует план обмена Донецкого аэропорта на часть территории, которая находится под Мариуполем и занята боевиками или другой какой-то часть территории. То есть, возможно, он нужен для этого. Но, опять же, мы говорим с позицией солдат. То есть, я прожил три дня с солдатами, с военными. И они не думают о таком обмене, хотя обсуждают это. Я видел мужчин, которым по 45 лет, которые пошли в армию по повестке. Это люди с одним из двумя высшим образованием, абсолютно состоявшиеся. Большинство из которых не рассказало своим родственникам, где они находятся. И поэтому просили их не снимать. То есть, они все говорят, что они под Николаевым, чтобы мама не волновалась, старенькая. И все приехали туда добровольцами. То есть, они просили туда отправить нас в Песке. Они говорят по-русски. Это очень важно. Некоторые из них говорят, что они вообще ни на каком другом языке, кроме русского не говорят. И ни дня в своей жизни не учили украинский. При этом один из этих людей мне сказал, что ненавидит Россию. Я говорю, как это возможно? При этом часть из них этнические русские. Абсолютно. Они не просто русские. Они еще не интегрированы в украиноговорящую культуру. Они защищают свою родину. Для них это принципиальный момент. То есть, вообще, там собрались люди, которые считают, что они должны дойти до границы и освободить Украину от того, что происходит в ДНР. И, конечно, они говорят, что они воюют с Россией все. Все, кто там находится. И, что удивительно, это будет, не знаю, я не хочу показать, не хочу популистских сравнений в этом смысле, но мне действительно там показалось, что я видел, что будет, если хороших, добрых людей довести до белого коленя. Вот именно касаемо регулярной армии, которая находится, например, в той артиллерийской батарее. Они выглядят так, как я их видел. И то, что они слушают розенбаумы и афганские песни, а также смотрят брат 2 и воюют с теми людьми, которые с той стороны, я думаю, сделают то же самое. Я думаю, да. Ну, наверное, они делают, часть из них делает так же. Это очень впечатляет. Я увидел людей, которые на войне почти матом не разговаривают. Я хочу добавить, что внутри аэропорта у военных оперативный язык русский. Да. По рациям все говорят на русском языке. Никакой украинской мовы там нет. Меня поразило, что действительно вне критических ситуациях, вне чрезвычайных ситуациях, не под обстрелом, я не слышал просто в обыденной речи ни у кого никакого мата. И что меня поразило? Это была чистая, культурная, практически литературная русская речь. Потому что большинство из тех людей, которые были там, это были культурно образованные люди. Это не было какое-то быдло. Это не было какие-то солдаты, которых там нашли в каких-то деревнях и пригнали, как пушечное мясо. И что меня поразило? Почти половина, если не большинство тех, кто были со мной в аэропорту, это были офицеры. И я не увидел никакого вот этого Купринского, потом Советского, потом Российского, вот этого офицерского хамства. Это было братство. И рядовой, и офицер пили из одной чашки, защищали друг друга, подставляли плечо. Они разговаривали на «ты». Ну, если сильно пожилой и сильно молодой, может быть, вы услышали бы даже вы. И я наблюдал, когда майор, минер, Валерий Рудь, ему там уже почти 40, такой, он всю жизнь кадровый, военный. И он там что-то минирует, какой-то проход. В этот момент начинается война, начинается обстрел. И мальчишка из правого сектора там в совершенно жуткой позиции, из пулемета пытается там что-то стрелять куда-то. И этот Валерий бежит через прострелимое пространство и говорит, паренек, это моя война, ну-ка подвинься. И он убирает его. И в этот момент здесь просто рядом что-то взрывается. Если бы он его не убрал, этот парень бы погиб. И этот Валерий приставляет пулемет так, как надо, и начинает, как настоящий военный, вести бой. И он его ведет, пока он не кончается. И потом он возвращается к своим делам. Он только что спас жизнь этому неизвестному добровольцу рядовому. И самый поразительный момент для меня был, когда танкиста отправляли домой. Значит, был танк. Танк сгорел. У нас полминуты. Но я расскажу после. Давайте, да. Напоминаю, что у нас здесь Сергей Лойко, корреспондент американской газеты «Лос-Анджелес Таймс», Тимур Олевский, журналист российской радиостанции «Москвы» и российского телеканала «Дождь». Мы вернемся через пять минут, сразу после новостей и рекламы. Программа «Своими глазами». Собирайте сами. Без купюр. В среду. На «Эхе Москвы». «Эхе Москвы» и Петр Мамонов представляют. У меня огромная коллекция ленивых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский венил, и стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе, себе, себе. Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка». «Эхе Москвы». Перед употреблением встряхивать. Программа «Своими глазами». Сергей Лойко из Лос-Анджелес Таймса и Тимур Олевский из «Дождя Эхе Москвы», вернувшаяся из района аэропорта в Донецк, и мы прервались на новости рекламы на середине рассказа Сергея, еще одного рассказа. Я об этом рассказал в своей сегодняшней статье «Лос-Анджелес Таймс», которая вышла на первой странице, с главной фотографией номера. Я хвастаюсь, это у меня уже подряд третья статья главная и главная фотография. Вот сегодня это и вышло, и там был этот эпизод возвращения танкиста домой. Значит, был танк, танк сгорел, был экипаж, три человека. Они выпрыгнули, горящие. Снайпер никого не подпустил и их убил. Двух удалось вытащить, но тут был минометный обстрел, и третьего просто разметало взрывом. И его не могли найти. И через несколько дней ребята обнаружили такой большой кусок бедра от него. И начался такой разговор, мы должны отправить танкиста домой. Ну, как отправить? Это надо выйти на взлетное поле и получить пулю в каждую часть своего тела, чтобы отправить кусок мертвого человека домой. Ну, я бы так сказал. И когда командир сказал, ну, ребята, действительно, это смертельное опасное дело, ну, кто пойдет? И все подняли руки. И тогда двое встали сразу. Такой снайпер Славик и рядовой Миша. И когда подошел транспорт, уже огонь отвлекся на транспорт, они выдержали на взлетное поле. Положили свои автоматы и СВД, снайперскую винтовку. И нашли ящик от боеприпасов. Нашли эту ногу под обстрелом. Это было при мне. Я стоял рядом и снимал. Положили. Вот мы стоим втроем. Они кладут этот кусок в этот ящик. И тут пули пробивают этот ящик. Щепки летят. Все звенит к рукам. Значит, они закрывают этот ящик. И под обстрелом проволокой привязывают этот ящик к бронетранспортеру. Потом они бегут, хватают свое оружие и продолжают бой. Ребята, эти ребята 30 секунд рисковали. Абсолютно рисковали своей жизнью ради мертвого товарища. С вероятностью 100%. Да. И Славик потом сказал мне, но я не хочу, чтобы я не вернулся домой таким образом. И чтобы меня здесь на взлетном поле сожжали собаки. И они абсолютные герои. И вообще я ненавижу романтизировать войну. Но я всегда вспоминаю, вот в связи с этим министром Сталинградом, стихи моего любимого поэта Семена Гудзенко, Павла Когана, который жил в одном доме со мной, но в разное время. И там короткое стихотворение такое у Когана. Нам лечь, где лечь. И нам не встать, где лечь. И, задохнувшись интернационалом, упасть лицом высохшие травы. И нам не встать. И не войти в аналы. Это что, обстрел начался? Нет, просто эмоциональное напряжение, я думаю, которое передается от вас, Сергей. Оно воздействует на нас. И, задохнувшись интернационалом, я думаю, что первый раз работает так, что стихотворение. Но, в конце концов, это ручье обстрело. Ну, очень доход, правда. Такой блок-аут. Да, я не знаю. Ну, я надеюсь, сейчас у нас закрутят эти дела. Такие-то, например, за... А-а-а... В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Леонид Радзиховский. Не пропустите. «Особое мнение» в четверг после пяти вечера. Программа «Своими глазами». Такое эмоциональное напряжение от рассказа Сергея Лойко. Да, испытала аппаратура Сергея Лойко. Взял нашу аппаратуру на «Измор» называть. Мы переместились в другую студию даже. Я привез борьбу, бобра с ослом сюда. Ну, как-то так получается. Хорошо. У нас не так много времени, на самом деле, осталось. А вопросов здесь довольно много. Вот наших радиослушателей, которые... Они обращаются вот к той теме, которую вы затронули в самом начале, Сергей. Насчет того, что там абсолютное зло, абсолютное добро. Наблюдая, может быть, отсюда, может быть, откуда-то из других мест. Нам кто-то шлет привет из Чикаго, в частности. Из Чикаго, моя дорогая. Наши радиослушатели пишут, например, там типа, армия, которая истребляет свой народ, не может быть героями. То есть, они по телевизору не знают? Что-нибудь еще? Ну, я не знаю. Мне же не отчитывают, что я вам рассказываю реакцию. Я провел на украинской войне последние полгода. Я не знаю, какая армия уничтожает свой народ. Потому что вот та армия, чей народ там находится, она его не уничтожает. А та армия, которая уничтожает народ, это не украинская армия. Я могу рассказать про Пески, например, это непосредственно данным с аэропортом, где осталось несколько жилых домов, остальные уехали. Люди по каким-то причинам так бывает, не уезжают, даже когда дома взрываются. И армия их кормит. Они кормят армию. У них очень сложились, что называется, отношения сложились у них между армией. И никаких, знаешь, массовых зачисток людей, которые проживают там. И теоретически, может быть, даже поддерживали ДНР. Они нет. Этого ничего такого не происходит. Я видел другую историю, которая мне показалась очень важной. Эта история произошла в Донецком аэропорту, кажется, в пятницу. Да, я там был. Когда артиллерия, грады сепаратистов из одного района Донецка расстреливали позиции других сепаратистов в другом районе Донецка, непосредственно в аэропорту. Они бомбили их весь день, после чего... Сепаратисты? Сепаратисты. Бомбили сепаратистов. Да, они обстреливали. И это были, видимо, разные группировки. Объяснить это невозможно. Там не было украинственных огонь. Это продолжалось несколько часов. Они часов в пять обстреливали друг друга. После чего перенесли огонь на позиции украинской армии. И украинская армия обстреляли в этот раз под вечер, довольно серьезно. Позиций в аэропорту и в Песках. А перед этим они несколько часов стреляли друг в друга. Что это было? Я не знаю. По каким причинам они выясняли между собой отношения? И кто находился в том непонятном синем здании в аэропорту, которое они обстреливали из жилого района Донецка? Может, он уже не жилой, но, по крайней мере, это было видно по направлению. Дело в том, что украинские военные, у которых есть артиллерия и грады, это профессиональные военные. Других просто там... А вот эти вот ДНР-овцы, ЛНР-овцы, это вот те обезьяны с гранатой, которые взорвали, подбили самолет. Понимаешь? Там есть люди тоже профессиональные достаточно. Есть какие-то профессионалы, ребята. Но это какое-то сборище вот этих наемников, которым просто носовали техники. Они даже не понимают, как ее использовать. Они лупят по всему, что стоит. Мне кажется, все изменилось сейчас, Сереж. Я с тобой не соглашусь. То, что ты сейчас говоришь, это примерно ситуация месячной давности. Она принципиально изменилась после того, как там появились люди, которых украинские военные четко совершенно называют российской армией. Там принципиально изменилось качество воюющих людей. Другой вопрос, что там такое ощущение, что происходит какой-то одной сильной группировкой отстрел других менее лояльных или менее послушных группировок. По крайней мере, так это вот кажется. Может, это не так. Но это очень похоже на это. Хорошо. Слушайте, еще один вопрос насчет сепаратистов и украинских войск. У нас очень много показывают по телевидению о том, что со стороны аэропорта по жилым кварталам Донецка идут артобстрелы. Можно я скажу сразу? Пожалуйста. Ребята, я открою военную тайну. Со стороны аэропорта нельзя вести никакого артобстрела, потому что там оружие страшнее, чем пулемет Калашникова, нет. Не рамить мины. Там никаких минометов нет. Значит, я еще вспомнил один эпизод, хотел добавить к тому, о чем мы говорили. Я разговаривал там с парнем, Сергей Голан, это студент журфака из Черкасс. У него отец русский полковник. Он до сих пор русский полковник. А он украинский солдат, десантник. И перед тем, как отправиться в армию, и перед тем, как попасть в аэропорт, он позвонил своему отцу, или отец позвонил ему. И отец, вот этот вот зомбированный, вот этим абсолютным, бесстыдным, преступным враньем российского телевидения, сказал, ты же будешь стрелять в своих братьев. И тогда его сын сказал, ну каких братьев, папа? Те братья, которые пришли ко мне с оружием в мою страну, какие они мне братья? Вот теперь по поводу обстрелов. Тут вот, смотрите. Я могу сказать только то, что я сам видел. Я видел некоторое количество минометов, не скажу сколько, наверное, я обещал не говорить, которые стоят непосредственно вблизи от аэропорта. Это 120-миллиметровые минометы. Но каждый из них наведен на определенную цель, которая должна защитить украинских солдат в аэропорту. А на каждый из них привязан к конкретной цели. И они очень хорошо пристрелены. Просто стрелять в молоко там не приходит никому в голову. Там каждый выстрел имеет определенное значение. Почему? Потому что все проклинают перемирие, которое объявлено. Украинская армия, то, что я видел, очень тщательно его придерживает. Вплоть до того, что когда обстреливают позиции в аэропорту из стрелкового оружия, то есть из автоматов, из снайперских винтовок и прочее, по рации раздается приказ не отвечать артиллерийским огнем. Потому что это провокация. Мы не отвечаем на провокацию. Первый выстрел, который я услышал в четверг, в пятницу, который прозвучал от этих минометов и полетел в сторону позиции сепаратиста в аэропорту, раздался в ответ на прилетевшие снаряды в позиции в Песк. Когда начался артобстрел, был ответный артобстрел. И то это было несколько нин. Но они были прицелены в определенное место в аэропорту. Предположить, что они с перепугу долетели до центра города. Ну вот конкретно на той батарее, где был я, это представить себе невозможно. Может, есть какая-то другая артиллерия? Я другой вопрос, что не видел. Но хочу сказать, что Украина сейчас очень скупо отвечает на артиллерию. Очень скупо. Потому что перемирие. И они очень, проклиная его, опасаются его нарушить. И Тимур Олевский, и Сергей Лойко будут с нами еще до конца часа. Но сейчас мы должны прерваться на пару минут рекламы. За это время вы можете задать вопрос на плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять или через твиттер аккаунт вызван. Реклама Компания «Инкомнедвижимость» приглашает радиослушателей поговорить на самые актуальные темы, связанные с недвижимостью. Слушайте в прямом эфире по четвергам в 12.08 интервью со специалистами компании «Инкомнедвижимость» и спрашивайте обо всем, что вас интересует по телефону. Компания «Инкомнедвижимость» Выставка открыта в Третьяковской галерее на Крымском валу. По четвергам ее можно посетить до 22.00. 16+. Воскресенье «Инкомнедвижимость» «Инкомнедвижимость» То есть, когда пошла пехота, вот эта, боевиков сепаратистская, на штурмы аэропорта, по ним ударила артиллерия. Но артиллерия била так хирургически, что практически чуть не разрушила весь аэропорт, потому что рвалась совсем рядом, все это шаталось, разваливалось и упало. Ребята, если бы украинцы, украинская армия, как говорят по телевизору, по-вашему, хотела бы уничтожать украинский народ, как говорят по вашему телевизору, она бы давно это сделала. Это у меня. 25-я война, 25-я командировка на войну. Я был при уничтожении 1-го Грозного в 95-м году. Я был при уничтожении 2-го Грозного в 2000-м году. Вот там хотели уничтожить народ. И уничтожили город, стерли его с лица земли два раза. Здесь, вы посмотрите на Славянск, сколько орали эти наши зомбированные ребята, что там град работает по городу. Вы сейчас приезжайте в Славянск, вы даже не поймете, где вы находитесь. Нормальный город, все живут, электричество работает, все. Ну, пара-тройка там разрушенных, полуразрушенных домов. А в Донецке? Ну, тоже есть разрушенные какие-то дома, разрушенная коммуникация. Но это никакого сравнения с Грозным. А ведь Грозный, это же там проводили контртеррористическую операцию. Так где у нас Сталинград, а где контртеррористическая операция? И вообще, говоря о Сталинграде, вот эта вот война, она мне напомнила вот ту войну, где одна сторона вероломно напала на другую. И там была своя Брестская крепость. Вам надо отличный вопрос, Сергей. Как с такой громкой патысикой вам быть журналистом? Я вполне сочувствую вашей позиции, пишет Олег из Москвы. Но мне в таких же случаях не приходит в голову петь такие асаны одной из сторон. Интересно, в каких таких же случаях? Я, по-моему, не пою никаких асан, никаких сторон. Я рассказываю то, что было. И сейчас я рассказываю это дело не как журналист, а как человек, который был там, как свидетель. Я рассказываю то, что видел, пою то, что знаю. Вы почитайте мои статьи, кому интересно. И тогда уже судите меня. Кстати, фотографии можно в Фейсбуке у вас посмотреть, да? Да, фотографии вышла огромная галерея в Лос-Анджелес Таймс. И фотографии я опубликовал огромную галерею в Фейсбуке. Пусть посмотрят. И, говоря, вот я увидел здесь вот эту вот Брестскую крепость, это Саур-могила. Потом я увидел вот эти вот котлы окружения, как было в 1941 году. И вот здесь вот этот мини-Сталинград. Вот в Сталинграде был сломан, вот по советскому клише, хребет фашизму. Вот здесь я своими глазами видел, как в этом мини-Сталинграде ломался хребет. Я уж не знаю, чему там фашизму или нет, но вот мордаризму этому, оркизму, вот этому бессмысленному, кровожадному терроризму, это точно. Для меня нет никакого сомнения, что вот это вот ДНР, это ЛНР, это совершенно придуманные, искусственные, какие-то полуфашистские организации, задача которых не сделать что-то для украинского народа, не создать что-то для украинского народа, не сделать украинский народ счастливым, а просто создать бесконечную вот эту вот зону этого кошмара, превратить вот всю эту Украину в аэропорт. Кому это надо, это не мне судить. Смотрите, значит, что еще хочется добавить. Я натурально услышал, как украинские военные называют происходящее в Песках Великой Отечественной войной. Несколько раз это было произнесено разными людьми у разных костров, то есть это просто идея. Я слышал такое же в Горловке у людей, которые без Леру чинят бронетранспортеры. Это было еще в июле, да, странные сепаратисты. Ты поясняй, просто насколько глубоко ввинтился вообще во что-то. Да, значит, смотри, ну да, я же был заняты не раз, да. Не только между. И тут надо понимать, ну там Горловка это отдельная история, ей управляет странный офицер, то есть странный офицер с своими представлениями о Добрейзле, с своими представлениями о том, что он может решать. Это точно офицер? Нет, нет, он офицер Советской Армии. Ну вот именно. Значит, смотрите, он считает, что он вправе решать, кому жить, кому нет, но у него есть какие-то представления о том, как должно быть хорошо и как должно быть плохо, и у него, по крайней мере, есть правила игры, с которыми можно говорить сейчас. Он договаривается с украинцей о разных вещах, например, о тепле в Горловке, и с ним вообще ведутся переговоры. То есть с ним, в принципе, Украина может вести переговоры. А есть, например, Донецк или Луганск, где ситуация совершенно отличная, и там мы наблюдали же группировки, там, вот, да, я наблюдал группировки, которые сперва грабили людей, потом подставляли под обстрелы, и всегда говорили, что они их защищают. Но и там тоже говорили о том, что это вот война против фашизма. Вот тут вот возникает вопрос, там говорят, что это война с фашизмом в Донецке. ДНР говорит, что они воюют с фашизмом, с хунтой. В Украинской армии говорит, что это Великая Отечественная война и проводит аналогии со Второй мировой войной, где они тоже боролись с фашизмом. Это, мне кажется, довольно важная история, потому что... Понимаете, какая история? Это важно, потому что они воспринимают сейчас Россию как ту страну, которая когда-то... Как фашистскую Германию в другое время. Они воспринимают Россию как агрессора. И, что очень важно нам понимать, что ведь это надо навсегда. Это будет... Дети, детей будут это вспоминать. Вот в чем идея. Что в конечном счете Украина, Украина в целом считает, и вполне, в принципе, оправданно считает, что она воюет не с ДНР, что она воюет с Россией. Вот это вот самая трагичность этой истории, конечно. Пара минут осталась. Вот мы уже сказали, что происходит внутри сепаратистов. Всякие противоречия там бывают, вплоть до перестрелок и уничтожения. Ты еще обмолвился о том, что внутри украинской стороны, между армией и правым сектором тоже непростые отношения. Они непростые. Очень коротко. Просто правый сектор – это все-таки правая организация, которая впитала в самых разных правах со всей Украины. И я там, например, встретил сотрудника ФСБ из России, из Приморья, который отслужил ФСБ, но был совсем правым. Который считал, что террористические методами бороться за правую идею в России было вполне нормально. А потом приехал в правый сектор, его не взяли в Азов, проверяли на полиграфе. И видел украинских правых, которые, конечно, никакие не правые, а, извините, похожи больше на левых. И для них, вот, они больше похожи на футбольных фанатов. И если там вы ждете каких-то рассказов про сожженных детей и маленькие еврейские погромы, то это близко не похоже на то, что там происходит с украинской стороны. Но в армии к людям, которые придерживаются какой-то правой идеи, относятся очень негативно. Более того, они не позволяют себе даже шевроны неуставные. И вообще считают, что это все было в свой лишний. То есть, они их воспринимают как соратники по оружию, но они интернационалисты, конечно. Минута еще есть, Сергей Владимирович. В этой националистической организации «Правый сектор» я обнаружил пулемет «Максим», действующий, который очень громко стрелял. И пулеметчиком этого пулемета был еврей Валерий Чудновский. И потом полковник украинской армии, настоящий полковник Олег Зубовский в аэропорту сказал мне, что эти ребята из «Правого сектора», единственное, что они экстремального сделали, это то, что они приехали в аэропорт. Но они смелые, они храбрые, они настоящие. И мы всегда знаем, что на них мы можем положиться. Вот такие отношения. Да, у них такие отношения. И другой вопрос, что вообще я понял, что украинская армия, которая воюет на непередовой, состоит из людей, либо прошедших... Там есть люди, часть из них, которые прошли горячие точки, так или иначе, и людей, которые по несколько образований, которые пришли на войну совершенно по собственной воле. Наш коллега Тимур Олевский и Сергей Лойко из Лос-Анджелес. Таймс рассказывали вам сегодня своими глазами о том, что происходит сейчас в Донецком аэропорту. Во всяком случае, так, как они это видели. Спасибо большое и до свидания. Программа «Своими глазами». Реклама. Двенопа. 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 Двенопа.